Извините, а можно вопрос? Сказали, что будет шесть флаб, а начитали пять. И нам сказали, что будет за лабы 30 баллов всего. Если будет 3 балла за лабу, это получается 15. Смотрите, лабораторных шесть. Значит, по три балла за каждую. Остальное тоже личное качество, которое я буду ставить, исходя из всего остального. То есть, по сути, посещаемость. Просто вы насчитали пять. Мы сделали пять по вашим словам только что. Нет. Делали мы шесть. Ну, считая вводную лекцию, которую тоже считаем как лабораторную. Знакомство со средой разработки консол. У нас был френель, соответственно, на границе разного. Вводным занятием так и шести получается. Вот все остальное уже буду смотреть по записям того, кто ходил, кто не ходил. Павел будет расставлено. Да, сегодня встречаться не надо. Сегодня целого рода информационная часть, скажем так. Значит, как я это сделаю? Я сделаю Google-таблицу для оставшихся двух лабораторных, которые я буду уже оценивать. То есть для импульса и для гауссового кучка через линзу. Для всех, собственно говоря, всех, кто прислал работы. Вот там, скажем, цветом зелененьким будет отмечено, если все хорошо. Желтеньким, если надо обсудить. И, соответственно, как будете смотреть сами. Те, у кого желтое просто... Соответственно, мы будем выбирать время, собираться и, как вы будете сдавать свою работу по работам. Вот. А вы можете сделать такую же таблицу по всем лабам, чтобы было понятно, кто что сделал, у кого примерно сколько баллов и так далее? Ну, я думаю, что... Ну, я думаю, что... Да, первые три я уже проставил. Вот, четвертую я проставлю всем, потому что мы сделали на занятия тогда. Ну, если хотите, я могу покопаться, посмотреть, кто присылал тогда скриншот, кто не присылал, но я планирую проставить четвертую всем. Значит, а две оставшиеся уже буду смотреть. Вот. То есть, я не вижу смысла все работы расписывать в табличке. А можете еще раз повторить, пожалуйста, что это за... Как ты все уже сделаешь, что ли? Еще раз. Какие две последние лабы? Ну, просто... Ну, последняя работа — это и сверхкороткий импульс, и гауссов-факт. Ну, пучок, который падает на линзу. Балов вообще нет, хотела бы... Да, а когда вы отправляли отчеты? Вовремя? Я просто спрашиваю... Не-не-не, я тут... Ладно, давайте так, те, кто спрашивает, спрашивайте голосом, потому что я... Заткерят между чатом и микрофоном. Неудобно. Получается, мы уже закончили с лабораторными работами. Ну, все вы сделали. Да, я с этого начал. Что с этого момента не будет заняться в смысле практики лабораторных, а будет исключительно сдача тех, которые уже сделаны. Вот. Значит, возможно, кто-то из вас прислал отчеты поздно, и я мог их не заметить. Тогда как бы напишите его, чтобы я это проверил. Когда я вас... Тогда именно ваш лабораторный первый, я внесу табличку дополнительно. Вот раз вы так запаздываете. Кажется, ссылочку на таблицу я скину в старости, старостам, кому-нибудь. Чтобы можно было досмотреть и знать, надо ли вам задавать лабораторную или не надо конкретно. А можно вам еще будет досылать работу или нет уже? Да, можно будет. Вы имеете в виду какие-то из первых работ? Да, я в принципе. Ну да, досылать, конечно, можно и нужно. Потому что если у вас не будет работы, которую я посмотрел, то есть не будет и баллов за эту работу. Можно вас спросить? Вы сказали, что выставили баллы за первые три работы. То есть максимально можно было получить девять баллов. И вот если меньше девяти, то можно как-то узнать, за что было снято, дополучить эти баллы как-то. Да, хорошо. Давайте так и сделаем. Тогда те, кто хочет поднять балл вот так вот по лабораторной, вы тогда напишите мне тоже, по какой именно. И я посмотрю, чтобы можно было уже ее пообсуждать, соответственно, детально. Никита Александрович, а можешь спросить? Да. А вот задача была с последней практики. Если ее сделал, вы будете баллы накинуть, если, допустим, не хватает за какую-то балл? Да, да. То есть сделаем как? Если вы сделали вот эту задачку, это будет где-как некая седьмая. То есть я за нее тоже поставлю там, ну если все нормально, соответственно, баллы. Угу. 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 Понятно. Вот. Но больше чем 30, у вас в его куче не получится. Угу. Да, все вместе. Так. Так, 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 так. Да. Никита Александрович. А если не делать эту вот седьмую лабу, то можно получить 30 баллов? Или как? Ну если у вас все лабораторные сделаны идеально, да, и если вы каждый раз ходили, вот у меня это отмечено, то, ну полагаю, что да. То есть тут же, по сути, будет оцениваться все вместе. То есть и качество лабораторных, вот, и посещаемость, по сути. Ну максимум это будет 30 баллов, да. А, да, еще кто-то что-то хотел спросить. Да, я хотел спросить, вот вы сказали, что мы должны сами выбрать по какой лабе хотим поговорить. Не, не, не сами, я сделаю Google табличку. А, вы сделаете, да? Да, с номерами лабораторных и по фамильям. И, соответственно, вот. Первые три тоже, да, включите? Ну, первые три, наверное, нет, потому что я их уже посмотрел. Я сейчас снова, в принципе, да. Ну, просто у меня тоже чуть меньше девяти баллов. Хотелось бы узнать, да, как поднять их можно. Ну, хорошо, тогда, значит, те, кому мало баллов по уже оцененным лабораторным, с вами тогда надо будет пообщаться отдельно, наверное, на тему этих работ. Соответственно, надо как-нибудь так, чтобы вы написали мне, какие работы вы хотите создать уже, так сказать, чтобы баллов было побольше. Вот, чтобы уже предметы я мог их посмотреть заново и, соответственно, обсудить с вами уже. Вот. Вот сейчас не совсем было понятно. То есть мы получили меньше, чем девять баллов за первые три лабораторные, но мы же не знаем, за какую там, может быть, мы получили меньше. И как нам это вам сказать, если мы не знаем? Еще раз. Значит, не знаете. Ну, вот у нас меньше девяти баллов за первые три лабораторные работы. Но мы же не знаем, за какую вы, например, нам снизили какие-то баллы или не поставили. Как мы можем это сделать? У нас помарное количество баллов. Ну, да. А вы разбаловку там не видите по работам? А, ну, понятно. Ну, хорошо, тогда те, кому мало баллов за то, что я уже проставил. Вот. То есть донесите мне эту информацию и мы, соответственно, по этим работам... А куда вам ее донести? Да, хоть сейчас давайте. Я запишу всех тех, кто хочет пообщаться по первым лабораторным сейчас моментам. Как вам в чате написать? Да, давайте. Хорошо. Вся ваша работа, соответственно, просмотрю и выберем время, чтобы это можно было все обсудить. А время будет именно в расписании наших занятий? Ну, в принципе, тут уже не так принципиально. То есть уже можно подобрать что-то более удобное. И больше раз в неделю, чем один. А как с вами выбирать это время? Ну, как договариваться? На когда вам удобно и нам удобно? Ну, я думаю, в ВК со старостью можно обсудить этот вопрос. Я, скажем, напишу возможные варианты, вот. Хорошо. Вы уже сами выберете, что вам удобно. Так. А кто, в принципе, сделал то задание, которое я в конце прошлой практики предлагал? Я вам отправил на почту отчет. Я тоже отправил. Так, давайте тогда Михаил и кто еще? Я тоже отправлял вчера. Так, а вы кто? Пихо, Даниил. Вот это можно будет, в принципе, сегодня обсудить. Так. Спасибо. 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 Давайте как сделаем. Я сейчас создам еще канал отдельный. Тут, например, комсоль лабораторная. Там можно будет... Перейду и по очереди, скажем, все те, кто сделал задание, давайте будете заходить и показывать, что вы сделали. Я видел, что пришло на почту, я еще не смог смотреть. Елизавета, насколько вы немного запоздали? Спасибо. Извините, а можно еще вопрос? Сейчас момент, я перезапешу технику. Получается, мы за два последних занятия должны будем защитить три последних лабораторных работы? Нет, я что-то сказал, что тут уже мы не привязаны, по сути, к этому времени. Вот можно будет выбрать несколько, скажем, дней и вечеров, в котором какое-то выбранное время будут ждать. Вот опять-таки в дискорде и все, кто хочет. То есть все, кому надо будет защитить лабораторную, где-то будут какие-то вопросы, будут подходить и будем общаться. А вообще к защите работы надо какие-то вопросы готовить или что-то еще? Нет, то есть вы просто будете рассказывать. То есть я буду смотреть на то, что мне не очень понравилось, и вы будете рассказывать, как вы именно делали, что где, зачем и почему. Я буду от этого отталкиваться в выставлении оценки. Хорошо, спасибо. Как-то так. Так, сейчас мы создам колончик. Так. Спасибо. 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 Вот, отлично. Ладно, давайте я не буду новый канал создавать, то есть уже канал лабораторный. Вот. А сначала я хочу с Лукой пообщаться. Лука, are you here? Yes. Can you join the лабораторный channel? Ладно, через какое-то время я вернусь, и тогда уже насчет вот этого задания поговорим. Хорошо. Так что нам делать-то, я не поняла. Нам сидеть и ждать, или у кого нет вопросов уходить, или что? Мне кажется, можно спросить, в чем мы тут сидим, если мы не хотим обсуждать последнюю лабу. Так нет, если вы не хотите, то вы можете уйти. Он же сказал, что он только объяснит, как последняя лаба делается, и все. Мне кажется, он не объяснит, он спросит тех, кто с ней обсудит, да. Ну да. Я не один понял, как, а я, блядь. Как у нас получается 30 баллов, если у нас 6 на 3 и плюс 10? Не 10, он сказал, что там еще 2 балла есть. Короче, он не ставит эти 12. Просто, пацаны, вы что, баллы же суммируются, не забывайте. Безумно можно быть первым. А то, что на сегодня делали, в итоге это надо или нет? И дополнительно. Дополнительно, то есть там все равно 30 баллов. Тебе все равно больше 30 не поставят. А если не хватает, добавят. Замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давай всегда Михаил с вами зайдем в тот же самый канал. Только со мной? Ну, пока что да. Будем просто по очереди. Дать индивидуально, зачем мы здесь сидим? А почему с нами это не обсуждают? Не знаю. Только их лабы. Не заслужили? Субтитры создавал DimaTorzok Там не последнюю лабу обсуждают. Там просто обсуждают по лабам. Я же хотела дополнительно обсуждать. Нет, там же обсуждают последнюю лабу обсуждают, да. Лямбда на 4. Пластинка. Нет, нет. Нет, там Миша... Там обсуждают задачи. Нахуя мы здесь? Вообще не знаю, думаю уже уходить пора. Смысла нет. Ну что, не весело что ли? Весело, да, конечно, вставать в такую рань. Вот, кстати, да, вопрос. Почему то, что у нас пара в 8, он нам может написать в 9 и мы должны прийти, а то, что у нас пара типа вообще как не пара и можно даже не ходить, вообще не обязательно говорить нам. Типа, приходите, все послушаем, пообсуждаем. Что за фильм? Ты бы пропустил важную информацию. А то, что он сказал, что у нас было 4 лабы всего, будет еще 2, а потом, типа, говорит, их было 5. И такой, вы не понимаете, было 6. Я начал опять, но было 6. Вы не понимаете, это другое. Они суммируются, понимаете, да? Все будет хорошо, не переживайте. А можно спросить, а вот те, кто отметились, у вас, типа, прям много меньше 9 баллов или там 8,4, 8,5? А у меня есть половина. Ну вот чисто такая цифра, ну чисто. У меня 6. А, ну что, просто не хочу мне 8,4, не хочу с ним разговаривать, желания нет. Забито, да. Ну просто у меня, например, 5 с чем-то там, поэтому... Я сейчас половина, я просто даже не помню, я на лабу. Ой, у меня 7,2. Видимо, мне не надо выгендровать, да? Ну типа, мне не надо исправлять баллы, типа. Я думала, 1,8, ну я много баллов потеряла. Я думала, просто стало всем одинаково просто. Я хочу с ним разговаривать про этим лабом, если, блин, мы сделали, типа, 3,5 месяца назад. Если мы делали их тупо по гайду. Можно прочитать заново, что ли? Спрашивает, а почему вот так? Ты просто открываешь этот PDF. И такой, типа, клик, окей. Вот тут так написано. Ctrl-V, Ctrl-C, ой, наоборот. Он сам не может ответить на эти вопросы. Я помню, как я его в начале года что-то спрашивал, почему мы так делаем. Такой, ну, блин, написано там, что-то не хочет так сделать. Умные люди писали. Ты что, хочешь с ними спорить? КОНЕЦ Bear